Жители Новосибирска протестуют против застройки исторического центра города. На улице Богдана Хмельницкого собираются построить многоэтажный жилой комплекс. Естественно, часть зданий, которые уже признаны памятниками культурного наследия, придется снести. Чиновников мэрии это не смущает, а вот горожане возмутились. Проблема сохранения старых домов, а очень часто это памятники деревянного зодчества, а значит они охраняются законом, сейчас очень остро стоит в Омске. Как решается эта проблема здесь и в городах Сибири, узнал Данил Вожевский. Жители Новосибирска требуют отозвать разрешение на строительство жилого комплекса в историческом центре города. Люди считают, продажа части улицы только начало. Уверены, скоро от квартала и рощи реликтовых сосен ничего не останется. Мы будем добиваться своего, я уверена, в нашей правоте, потому что все-таки у нас государство правовое, здесь явно нарушены права граждан, и то, что мы боремся с системой, вот это как раз и длительность определяется этим. Но мы сломаем эту систему. Систему продажи публичных территорий, систему игнорирования интересов граждан, мы сломаем эту систему. Впрочем, тогда, когда старые дома не нужны ни бизнесу, ни городским властям, получается еще хуже. В школе, построенной почти сто лет назад по проекту известного голландского архитектора Ван Лохэма, уже давно нет уроков. И хотя это здание в списке культурного наследия и Кузбасса, и Голландии, здесь уже обвалилась крыша, внутри растут деревья, а стены осыпаются. Единственное, что охраняет эти руины, выцвевшая табличка. Голландцы предлагают, давайте восстанавливать, давайте реконструировать это здание, давайте ему дадим вторую жизнь. Прошло уже без малого 12 лет, с момента того момента, когда предлагали они большую сумму денег на реставрацию этого здания, и все. То, что проблему решить можно, видно на примере Томска. В 2016 году здесь приняли уникальную программу льготной аренды домов, признанных объектами культурного наследия. Чиновники их сдают за 1 рубль в год, на 49 лет. Но только после того, как бизнесмен отремонтирует здание. Осталось наладить систему контроля. Затем, как будет осуществляться ремонт. При ремонте ни в коем случае не допускается изменение исторического облика. Применение пластиковых, установка пластиковых окон, изменение формы крыши. В Омске до того, чтобы привлекать бизнес к ремонту архитектурных памятников, никто, кажется, пока не додумался. Здание сдают в аренду, но на общих основаниях, по кадастровой стоимости. То есть мы сами вот этой позиции сокращаем инвестиционный капитал, который мог бы быть направлен в сохранение нашего культурного наследия. Как итог, десятки объектов культурного наследия годами стоят на торгах и ветшают. Как и те, куда арендаторы все-таки зашли. Деньги, которые можно было бы потратить на ремонт, предприниматели отдают в бюджет. И они тратятся на другие нужды. Эксперты считают, так будет до тех пор, пока на местах не появятся четкие формулировки, что делать временным владельцам с частью истории города, который он взял в аренду. Данила Выжевский, Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск.